Быть ли заводу Тесла в России? После выступления Илона Маска на российском форуме «Новое знание» на этой неделе и его заявление о том, что Тесла скоро официально появится в нашей стране, об этом всерьез рассуждают эксперты и автолюбители. Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Тесла скоро будет в России. Я думаю, что это будет потрясающе. И также на Казахстан, на страны СНГ. Это важно для нас, поддержать Теслу. И люди, такие как вы, очень нам нужны, которые поддерживают Теслу. Ну вы поняли, конкретно о возможном производстве Маск ничего не сказал, лишь намекнул. Но за право открыть завод у себя в регионе уже борются губернаторы, обещая налоговые льготы и райские условия. В гонку за Маска вступили главы Удмуртии, Подмосковья, Свердловской и Орловской областей. Так что же будет, если Тесла все-таки официально доедет до России? Обсудим эту тему с Романом Гуляевым, автоэкспертом, директором по развитию партнеров компании «Правильный автобизнес». Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, ну действительно, что означает вот это открытие официального представительства Тесла в России? Что это изменит вообще и на авторынке, и вообще для любителей Теслы? Подождите, во-первых, пока никакого официального открытия нет. Они просто сказали, что мы хотим строить завод. А модель продаж, если мы говорим про официального представителя, модель продаж, что у Тесла вообще совсем другая, она к дилерам не имеет отношения, это прямые продажи, если мы про это. Если Тесла все-таки сподобится построить завод, это случится только после того, как электромобилям будут даны соответствующие налоговые льготы, только после того, как у электромобилей будут соответствующие условия. Мне, на самом деле, очень интересно, как Тесла пройдет все, что сейчас делает наш Минпромторг, то есть все эти требования по локализации, которые предъявляет Минпромторг. Вот я знаю, что они есть к обычным бензиновым автомобилям, но требуется, например, локализовать производство электродвигателя, то есть двигателя внутреннего сгорания. А что делать Тесла, у которой нет двигателя внутреннего сгорания, в принципе? То есть что там, требует локализацию производства батареи или еще что-то? То есть там всем придется очень сильно поработать, чтобы объяснить Тесле, какие у нас будут правила игры для вас в это время суток. Но вы думаете, что инфраструктура в каком-то хотя бы регионе позволяет у нас построить завод по производству такого современного автомобиля? Это вообще возможно в России представить себе? С инфраструктурой-то как раз проблем нет. Да, вы там назвали несколько областей, плюс есть еще такая у нас область, как Калужская, которая тоже яростно заявила о том, что хочет принять. Да, там есть и кадры, и инфраструктура, и все возможности. Вопрос в инфраструктуре для того, чтобы эти автомобили эксплуатировались. Я сейчас нахожусь в Краснодарском крае, вот вчера ехали сюда, в глубокий Краснодарский край, и что-то как-то с заправками на пути сложно. Это первый момент, и второй момент, соответственно, я бы на Тесле сюда бы не просто физически ехал. Я так понимаю, что, кстати, по поводу той самой системы заправок и вообще сервисной системы Теслы, которой у нас тоже в России пока нет, вот это и есть, может быть, отчасти тоже официальное представительство, то, что я имел в виду под этим словом. То есть, когда Тесла приходит в Россию, значит, должна появиться инфраструктура, заправки, системы, ремонт, все это. У нас пока этого нет. Подождите, заправки, это, скажем так, сторонняя организация, они к Тесле не имеют никакого отношения. Что касается ремонта, как раз очень удачно попали, я сейчас нахожусь на большом мероприятии, форум для автосервисного бизнеса. Так вот, если Тесла придет, то все те, кто здесь собрался на этом прекрасном форуме, им будут очень тяжелые времена, поскольку автомобили Тесла и вообще электромобили, они требуют гораздо меньше ремонта. Нету таких простых операций, как замена масла, то есть вот такого обслуживания нет. Только подвеска, колодки и все, остальное все делается через сервер Тесла и никакие сервисы тут вообще ни при чем. Подключился по Wi-Fi, все, залили новые прошивки, все. А вот приход Теслы на российский рынок будет оправдан, на ваш взгляд? То есть спрос появится, если завод вдруг заработает, будут выпускаться у нас здесь машины? Оправдан для кого? Оправдан для кого? Для российского рынка, для Теслы, для кого? Для Теслы, да. Ну вообще стоит, как вы считаете, есть потенциал на российском рынке для Теслы? Ну уже сейчас Тесла, не имея, как вы говорите, официального представительства, является брендом, по-моему, номер два на российском рынке электромобилей. Другое дело, что рынок пока вот такой. Вопрос в том, чтобы, как только появится инфраструктура, как только появятся налоговые льготы для владельцев этих автомобилей, потому что они сейчас есть, но только мизерные в Москве, платить не надо. Как только эти льготы появятся, я думаю, что все условия будут. Плюс, кстати, очень интересная тема, это взять, чтобы Тесла организовала свой или с партнером Картшер. Потому что в Картшеринге электромобилей, это, наверное, самое то, что нужно. Там же нет поездок на дальние расстояния, как на обычных автомобилях. То есть Теслу можно будет брать в аренду? Ну, смотрите, сейчас у Сити-Драйва есть BMW i3, у Яндекса есть Nissan Leaf. То есть есть электрички в Картшеринге? Отлично. Ну, что ж, последний тогда вопрос к вам, Роман. Вы верите, что завод все-таки построят? Наверное, вопрос веры это не к нам, а в церковь. Ну, понятно. Вы считаете, появится или нет? Потому что сейчас, правда, все обсуждают это. Ну, обсуждать можно все, что угодно, да. Илон Маск это такая крутая фигура, и его действия, его слова действительно все обсуждают. Да, появился такой вброс, все губернаторы выстроились в очередь. На мой взгляд, лично, на мой взгляд, это просто позорище, да, что еще никаких соглашений нет, а все уже, давай, свободная касса, Тесла, иди к нам. Вот, так что появится или нет, ну, не знаю. Вот, если вопрос веры, то скорее нет. Отлично. Спасибо вам большое за этот ответ. Роман Гуляев, автоэксперт, был с нами на связи, обсуждали перспективы появления, официального появления Теслы в России.